Россия выразила очередной протест в связи с отказом Великобритании провести обсуждение на Совете Безопасности ООН ситуации в украинской Буче. По заявлению российской стороны, историю с якобы расстрелом жителей российскими войсками Киев инсценировал. Причем кадры появились спустя 4 дня после того, как россияне город покинули и в него вошли в СССР. И это не единственная преступная попытка украинских властей устроить провокацию. По подтвержденной информации, вечером 4 апреля в населенном пункте Мощун в 23 километрах северо-западной Киева военнослужащими 72-го украинского главного центра психологических операций была проведена очередная постановочная съемка якобы погибших от насильственных действий российских вооруженных сил мирных жителей для последующего распространения через западные средства массовой информации. Подобные мероприятия украинскими спецслужбами сейчас организованы в Сумах, Конотопе и других городах. Упорное нежелание западных представителей разбираться в деталях подобных дел лишний раз наводит на мысли об очередном пропагандистском спецзаказе. Ведь даже бывший посол США в Советском Союзе Джек Мэтлок заявил журналистам, что обвинение в адрес Москвы безосновательно. Правда, данный фрагмент интервью СНН в эфир не выдал. Во-первых, мы точно не знаем, что на самом деле произошло в Буче. А во-вторых, нет никаких доказательств, что в этом виновата Москва. Дело в том, что украинцам необходимо заключить сделку с Россией, чтобы она могла оставить себе Крым, где большинство населения русские и где расположена их военно-морская база. Потому что создание из России, ядерной державы и эквивалентной США, страны-изгоя, точно не входит в наши с вами интересы. Великобритания сегодня назначила общую дискуссию по гуманитарным вопросам. Несмотря на то, что было нарушено законное право России запрашивать заседание Совета, пост предстраны еще раз четко обозначил цель спецоперации в Украине. Мы пришли к вам не из-за украинских земель. Мы пришли, чтобы принести долгожданный мир на истекавшую кровью Донбасс. Не перемирие, а именно настоящий прочный мир. А для этого надо искоренить ту жестокость, о которой говорит. Вырезать ту нацистскую раковую опухоль, которая, пожирая Украину, со временем начала бы пожирать Россию. И мы добьемся этой цели, надеюсь, скорее, чем позже. Другого выхода быть не может.